Со знанием дела в Бердюжском районе арендаторы охотничьих угодий способствуют росту популяции диких животных. Из 90 тысяч гектаров 19 за охот-пользователями. Какую работу они ведут и как она улучшает среду обитания диких животных, увидела Инна Михайловская. Ранним утром увидеть косуль теперь дело обычное. В это время они выходят на завтрак семьями. Как правило, это мать и ее дети-подростки. Сейчас условия для диких животных идеальные. Снега мало, передвигаются свободно. Остатков сухой растительности, еды предостаточно. Специально для них еще и оставили неубранные поля. 40 гектаров хозяйстве было засеяно подсолнечником специально для зимнего кормления косуль. Вот сейчас декабрь, а все уже съедено. И остались вот такие стебли. А все потому, что это культура, лакомство для косуль. И естественно они съедают его первым. Хозяйство фауны одно из восьми в Бердюжском районе. Они занимают более трети всех угодий муниципалитета. Арендаторы серьезно вкладываются в территорию, прежде всего в охрану. Браконьеры поутихли. В этом году уголовных дел заведено в два раза меньше, чем в прошлом. А вот животных становится все больше. По фауне приблизительно где-то кабана у них на 2018 год 150 голов, косули примерно в этих же количествах. На общедоступной территории у нас около 900 голов. Выдано на нынешний год 92 разрешения. В том году выдавалось 76 разрешений. А еще в охотхозяйствах специально для обитателей лесов выращивают еду. Фауни засеяли 250 гектаров зерновыми. Собранный урожай хранят на складе, чтобы зимой ежедневно привозить на подкормочные площадки для каванов. Как видно, утром здесь побывали большие, маленькие поросята и ушли на отдых в эти камыши. Здесь веники, крапивы, веники осиный молодой, кустарник, береза. Они будут приходить, когда им будет сложно уже питаться, грубо добывать траву. А это еще одна площадка, точнее открытый склад с запасами еды для косоль. Зная их численность и отменный аппетит, еда пока закрыта для общего пользования сухими колючими ветками. Вот это все ограждение. Да, да, да. А если сразу ее открыть, то они быстренько ее слопают. Конечно, доступно. А с начала следующего года в лесах начнут считать разную дичь, чтобы потом определить, сколько разрешений на охоту выдать. Судя по всему, их будет больше, чем в 2018. Инна Михайловская, Сергей Жернаков. Тюминское время.